Женя Спиглазова – одна из сотни волонтеров, которые отправились помогать жителям, пострадавших от наводнения городов. Катастрофа коснулась и ее коллеги по работе. Все об этом говорили, рассказывали. Естественно, просто было страшно настолько. Он потерял своих тетю и дядю, которые просто у него на глазах утонули. И все, естественно, начали бить в колокола, как же вообще, как, что делать, как помочь. Для Жени ответ на этот вопрос был простым. Она просто собралась и поехала. С собой девушка привезла питьевую воду, еду и сухие полотенца. Но больше, чем вода и еда, здесь нужны рабочие руки, чтобы разгребать завалы и откачивать воду из подвала в домов. Для этого волонтеры выстраиваются в живую цепь. Мы продолжаем обращать с подвалов. Там все еще воды много и грязь. Как себя чувствуешь? Немножко так. Подустала. Да, ничего. Но самая страшная трагедия в этом 17-тысячном городке произошла в нескольких шагах отсюда. В интернате, при мастерских, где работали люди с инвалидностью. Здесь, в Зинцеге, вода доходила до второго этажа. Не исключением стал и этот дом, где жили люди с ограниченными возможностями. Здесь, в результате наводнения, погибло 12 человек. Будет ли здесь возобновлена работа, пока не знает никто. Мастерские полностью разрушены. У нас здесь было 350 рабочих мест. Они все уничтожены. Там неделями и месяцами нельзя будет работать. Та же самая ситуация в жилых домах. Они непригодны для проживания. Потребуется время, чтобы их отремонтировать. Там нет ни воды, ни электричества. Это просто ужасно. В одном из таких домов жил Ахмед Кали со своей девушкой и двумя детьми. Примерно в 9 часов вечера, в среду, пожарные сказали срочно эвакуироваться. Пара отвезла детей в безопасное место, но сама решила остаться в доме. По словам Ахмеда, они недооценили серьезной ситуации. Где-то около 2 часов ночи, может в час 30, вода уже достигла второго этажа. Мы увидели спасателей на лодке. Они вытаскивали нашего соседа, который тоже еще оставался в своем доме. Мы посветили им лампы, и они подплыли на лодке к окну в ванной на втором этаже. Так мы спаслись. Я, моя девушка и наша кошка. Но из имущества спасти не удалось ничего. Здесь все снесено. Вообще все. Здесь стояла наша обувь, здесь висела одежда, здесь была полка. Больше нет ничего. Похожая участь постигла и его соседей. Местные жители не знают, смогут ли они восстановить свои дома. У многих не было специальной страховки на случай наводнения. А значит, возместить ущерб им будет крайне непросто. Пока что их главными помощниками остаются такие волонтеры, как Женя. А те продолжают оказывать помощь, несмотря на то, что работа эта тяжелая как в физическом, так и в эмоциональном плане. А когда в грязи видишь детские фотографии, какие-то игрушки, какие-то документы, особенно как раз детская, то есть все, у них ничего больше нет. И это задевает. Все выходные Женя провела, помогая совершенно незнакомым людям в Зинцеге. Но для волонтеров там работы еще не на один день.